В 20 регионах объявлена эпидемия гриппа и в Кванториуме проведут экскурсии для школьников. На канале Интерновости в студии Евгения Корбакова. Здравствуйте. Без дефицита. Именно таким будет бюджет города и района. На сессиях городского и муниципального совета депутатов приняли бюджет на 2017 год. Доходы в будущем году будут сопоставимы с расходами. При этом сохранятся все социальные программы. Бюджет района составит чуть более 4,5 миллиардов рублей. Из них основная статья расходов – это образование и зарплаты бюджетников. Более подробный материал о депутатской сессии смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей в 18.30. Роспотребнадзор России объявил об эпидемии гриппа в 20 регионах страны. В Татарстане, в частности в Нижнекамске, случаев этого заболевания пока не зафиксировано. Рост ОРВИ и гриппа ждут в середине зимы. По словам главного санитарного врача Рустема Зиатулина, прогноз Всемирной организации здравоохранения в этом году оказался верен. В стране циркулируют штаммы, которых ждали, а именно свиной грипп и разновидность вируса B. Все они входят в состав вакцины, которой было привито население. В Нижнекамском районе прививки сделали около 93 тысяч человек, из них больше 28 тысяч – это дети. Более 85 миллионов рублей выделено на Нижнекамский кванториум. Детский технопарк будет располагаться на третьем этаже здания Кнетука им. Туполева. На площади 800 квадратных метров сейчас идут строительно-монтажные работы. Они уже практически закончены. Завезли часть оборудования. В начале 2017 года кванториум планируют открыть для первых экскурсий, во время которых дети и подростки смогут записаться на понравившиеся кванты. Обучение будет бесплатным. Мы вместе. Под таким девизом прошел благотворительный концерт, приуроченный к декаде инвалидов. Он прошел во Дворце творчества детей и молодежи. Гостями мероприятия стали взрослые дети с ограниченными возможностями здоровья. Для гостей выступили ребята из Чувашской гимназии, народный ансамбль «Шангараф» и театр «Тамаша». О погоде за окном минус 24 градуса мороза. Осадков сегодня не ожидается. В конце напомню, связаться с нашей студией можно по телефону 40 07 70 или оставляйте сообщение на сайте ntr.ru. Новости на канале НТР выходят каждые 2 часа, потому прощаюсь ненадолго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...